Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». Здравствуйте, в студии Владимир Сметанин. На маркетплейсах стало в три раза больше кировских предпринимателей. Об этом со ссылкой на исполняющего обязанности министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области Дмитрия Глушкова сообщает пресс-центр правительства региона. Такое существенное увеличение числа бизнесменов, торгующих на онлайн-площадках, произошло всего за год. И эта тенденция, по словам Глушкова, будет только нарастать. Отметим, в Кировском центре «Мой бизнес» проходят бесплатные обучающие курсы для предпринимателей по правилам ведения бизнеса на интернет-площадках. Пройти их могут как начинающие, так и действующие бизнесмены. Экономика. В Кирове продают пивоваренный завод. Предприятие находится в Нововятске. Оно действующее. Производственная мощность завода – 50 тонн в месяц. Там выпускается 7 сортов напитка с выдержкой от 60 до 90 дней. На предприятии работают 12 человек. Стоимость готового бизнеса продавец оценил в 95 миллионов рублей. В эту сумму входит само здание производства, склад, земельный участок, скважина и ряд других объектов. Отметим, что в прошлом году пивоваренный завод уже пытались продать. В эфире «Экономика». На участие в программе аренного жилья подали заявки четыре предприятия. Это заводы «Нововятка» и «Маяк», а также электромашиностроительный завод «Велконт» и «Галлополимер» Кирово-Чепецк», сообщает областное правительство. Начать строить арендное жилье для работников промышленных предприятий и бюджетных организаций планируют в 2024 году. Программа аренного жилья нашла поддержку на федеральном уровне. Региональные власти видят в ней механизм помощи сотрудникам и способ привлечения квалифицированных кадров в нашу область. На этом все. У микрофона был Владимир Сметанин. Продолжение следует...